а вопрос такой кто помнит что было на прошлой лекции вот я не знаю же вы говорите ничего что так хорошо а зачем мы это понятно я так понял что не все все-таки поняли до конца что же было на прошлой лекции поэтому мы начнем эту лекцию с небольшого повтора того что было но немножко под другим соусом наверное это даст часть из вас более целостное понимание того что действительно происходит вот так ну вот давайте решим тогда такую полупрактическую задачку да просто просматривал лекцию там половина ну смотрите вот то как он сейчас находится где-то вот по этой части а вот еще начальник дал задачу написать очередной самый эффективный в мире контейнер который будет объект ну наверняка была какая-то большая большая-большая задача там из нее выйдет какая-то маленькая вот вам не дали поэтому конец работа поэтому каждый у вас такая вот что какая какая ваша первая ваш первый шаг должен составит интерфейс так еще какие мысли требование начальника выяснить правильно что скажет тот фланг что пути подполь а сдвинуть сроки да хорошо на самом деле мысли все правильные то есть первым делом конечно нужно сформулировать требования требует и интерфейс так хорошо еще первый первый шаг как всегда сформулировать требования ну и так договориться об интерфейсе я так вкратце на самом деле вас предложу потому что вы будете делать практически в частности так ну давайте я немножко поиграю роль начальника и часть требований вам подскажу значит от вас требуется написать класс обжиг лист начальник сейчас мы только про тема говорим я уже не знаю стандартный вопрос какая здесь аудитория знать потому что я уже несколько раз задавал и получил практически полную поддержку в этом зале итак у этого класса и и и и и и и и подсказываете я этого не говорил так что это такое конструктор да значит требование на конструктор такое что оно должно строить объект в которых еще ничего не содержит Должен строить... Как дальше интерфейс сформируется, подсказывайте. Следующий шаг в формировке интерфейса. Какие нас операции интересуют в первую очередь? Супер! Все согласны? Хорошо. Значит, получение. А у нас какой линкет или массив? Какое представление этого? Как мы можем элемент получать по индексу или как-то по литерации? Вот в вашем вопросе... Давайте еще раз ваш вопрос озвучим для всей аудитории. Дмитрий задал вопрос. Какой у нас здесь список? Линкет лист или мы получаем герор, элемент по индексу. Что скажете про этот вопрос? Хороший вопрос. Вам доверяет публика. Еще вопрос. Мы должны выяснить это вначале. Тут не должно быть важно, какой именно лист. Ваши комментарии я разделил на два класса. Первое. Вы говорите о том, что действительно вы отдачаете требования. Один метод работал одно время. Другой метод, так называемые функциональные требования. То есть требования на ресурсы, которые вы отправите в нашу программу. В частности, сейчас мы говорим о времени. Эти требования... То есть этап сбора требований. Как раз то, чем мы сейчас занимаемся, поэтому это все проделываем. Правда, требования вот этого вида, а именно нервных функциональных требований нет. Мы выразить здесь, к сожалению, не сможем. Вы можете это у себя пометить. Мы будем к этому стремиться. Но выразить мы это не сможем. Но сегодня мы это все должны сделать. Дальше. Можно я ухожу? Я мелко... Можно ваш вопрос до конца? Да? Пронаризируем ваш вопрос до конца. Ага. Значит, дальше. Другой вопрос. Другая часть меня касалась. Собственно, вопрос интерфейса. То есть поинтоксу или не поинтоксу. То есть вопрос как раз к параметрам этого метода. Так? Серьезно. Было подозрение, что у нас здесь нужно членник с тобой. Слышишь? Какой? Да. Поскольку я на себя взял роль команды, который согласует все требования в проекте, я говорю, что у нас действительно будет инфестарк. Согласен. Мы будем код писать так, у нас же верификация. Такая ситуация будет не допустить. Нельзя предупреждать этот метод, если инфестарк. Заткать и цель. Итак, значит, наш метод метод будет... Я думаю, что мы писали требования на этот метод, да? То есть по-русски. Кому-то мне можно написать. Ну, пожалуй, для того, чтобы использовать такой класс для итерирования в современных версиях Java, нам нужно будет итераторами пользоваться. Так? Знаешь, что такое итератор? Ну, кто не знает, и очень хорошо, потому что мы пока в этом простом примере ими пользоваться не будем. Будем считать, что если кому-то и потребуется, ну, действительно, если нужно будет проектироваться по элементам этого списка, мы воспользуемся циклом форм, будем увеличивать индекс от нуля до непонятно чего, вот это непонятно чего, нам все это тоже понадобится в интерфейсе. Так? Значит, нам потребуется метод, чтобы получить количество элементов. Задняя четвертью аудитории тоже согласна? О, глупени здесь какие-то. Так. Все? Готовы? Может быть, итерицаателем. Что? Может, итерицаателем? Прогично, да, и туда сможем быть итерицаателем. Так, к чему это относится, эта реплика? Возвращаем в интерфейсе. Возвращаем в интерфейсе. А по требованию? Так, вот задан вопрос. Есть вопрос. А может ли эта функция вернуть 2 в 32? Нет, не может ли. Дин говорит. Давайте сделаем волосы. Тогда 2 в 64. Так, ребят, начните еще раз. Мы сейчас думаем об интерфейсе. Чего там в памяти, не в памяти? Мы думаем об интерфейсе. То есть о том, как пользоваться, какие есть ограничения на это использование. Действительно, если у нас здесь int, то, судя по всему, у нас не могут быть слишком большими эти массивы. То есть не могут быть слишком большим в этом хранилище. Они и так не могут быть на практике, быть слишком большими. При нормальных размерах. Тоже правда. Или для этого просто другая организация структуры данных нужна. То есть это такой small object. Так, интерфейс достаточно? А добавление? Добавление, да? Давай, диктуйте. Диктуйте. Мы сейчас добавляем, да? Ваше предложение. Паблик чего? Паблик. Можно еще подъехать? Паблик. 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 Дикта. Нет. Вот, да. С точки зрения этого интерфейса это важно. Вопрос. вопрос так то за 2 есть подозрение что требования плохих и плохо сформулированы то есть как раз мы сейчас видим что мы про мы управляем требования они у нас должны быть точно недвусмысленные по максимуму потом и конечно будем вещи формализовать тогда может еще какие-то проблему найдем но по максимуму хочется проблему избавиться уже сейчас вопрос интересный вопрос сейчас пока решим тут вопрос который задал вот есть положение что требование неудачно сформулированы неточно куда вопрос а это важно тому кто пользуется этим классом не зная что у него внутри что внутри его объекта он просто вызывает эти методы вот ему важно это знать по допустим ему неважно что там линк лист или или лист скорее всего неважно а вот важно ли важно почему важно то есть ну развивайте может быть можете хочет считать что если он добавил что-то в некоторое место то любые другие добавления это место и должны испортить есть такой вот вполне адекватное предположение да вот то есть если 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 у нас нет а а потом мы делали какие-то операции которые сейчас у нас есть что-то добавляем а потом мы снова спросим сообщение если вы доположаете интерфейси такое требование то и конечно важно там происходит тем более что на самом деле здесь есть не два связанных метода да действительно раз когда и такой есть такая независимость нам нужно сказать что у нас уточнить требуем мы добавляем список в конец и а а а а а а а и 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 Точнее. Теперь требуем волна. Понятно, но вы учитесь в частности того, чтобы работать по всему плану. В частности, сейчас вы отрабатываете этап... Можно их добавить. Вопрос о полноте... Хорошо. Полно ли требований на эти методы? Чтобы не увеличивать этот интерфейс. Полно ли требований, которые можно сформулировать? Можно еще добавить очистку. На эти требования. Я не говорю, что этих методов достаточно для всех полезных использований. Вопрос о том, что эти требования, которые я написал в комментариях, полные или нет? Как они должны вести, если индекс за границу уходим? Вопрос о том, что индекс должен лежать от нуля до... Вопрос о том, что индекс за границу уходим. Вопрос о том, что индекс за границу уходим. Вопрос о том, что индекс за границу уходим. Так, еще. Есть какие-нибудь проблемы? Или все хорошо? Единственное, что... Будем считать, что полный только с нуля... ...измеряется, да? Не очень, обычный человек... ...измеряется с нуля... ...соединится, будет считать, нет? Ну, это не к вопросу о полноте, да? Поэтому... Время, что с нуля это. Так, вроде мнений больше нет по поводу неполноты. Предположим, что это наши требования. Возьмем их за основу. Можно вопрос? Да. А если в какой-то из функций будет какой-то из данных побочный эффект, который мы не подразумевали? Например... Сказано ли об этом в требованиях? В требованиях? Ну, не сказано, но, например, о получении объекта, который после этого удаляется. Если будет такая реализация. То есть она, в общем-то... Сейчас, что значит удаляется? С точки зрения джавы? Ну, это значит, у него больше в списке нет. Ну... У нас есть возможность удалить элементы из списка? Нет. Я имею в виду получения элемента, он побочным эффектом удаляется из списка. Вот. То есть это реализация будет повторять требованиям. Ага. Ну, при этом, в общем-то, ожидание пользователей... Вот. Вот правильно. Вот Дмитрий нашел неполноту. Ну, мне кажется, что здесь можно очень долго искать неполноту. У тебя будет много... Еще раз. Еще раз. Это стоит озвучить для всей аудитории. Так. Ничего не сказано, что происходит с нашим списком во время выполнения метода Get. А вдруг после этого происходит что-то страшное? Кобитер взрывается и все такое. Ну, в общем-то, здесь ничего не сказано. А если не сказано, значит можно все что угодно. Что здесь сказано? Что? Получение элементов синдекса индекса индекса. Ну, хорошо, да, мы вернем здесь объект, который на месте синдекса индекс хранится. Но больше-то ничего не сказано. Можно наложить ограничение, что эта функция должна менять каким образом объект. Так, значит, куда будет приписать? Не меняется... Ну, скажем так, содержимое, да? Содержимое не меняется. Не меняется содержимое. Быстро. Хорошо, вот, наверное, характерно для всех методов, кроме r, причем при r, должен меняться только один элемент. Ну, то есть, как мне кажется, тут можно надолго добиваться полной полноты, и то, в конце концов, неизвестно добьешься. Понимаете, проблема в том, что на эти требования будут смотреть разные люди. У одних одни жизненные взгляды, скажем так, у других другие. В результате одни поймут один и тот же текст одним образом, другие додумают, а другие другим образом. Ведь если мы сами это не спромулировали, то нас вольны понимать ровно так, в той области, где вы не сказали, как захочет кто-то будет смотреть и читать. Поэтому, если эти требования действительно влияют на интерфейс, то, о чем вы говорите, а это действительно так, то для полнотребований это необходимо формулировать. Поняли, ребята? Мысль, на самом деле, очень важная просто для ваших практических навыков. То есть практически ко всем требованиям не полные, то есть здесь мы не сказали, что происходит с теми методами, которые были в списке, здесь мы не сказали ни чего, что происходит с ними, а это значит может что угодно происходить. То есть нет такого умолчания, что, если мы не сказали, значит, все хорошо. Да? Значит ничего не изменилось. такого нету молчать наоборот рассматривается санков и сучи еще какие вопросы по этому классу есть ага хорошо тогда я внесу правку предположим что у нас на самом деле для ряда соображений объект хранит элементов возможно выделять памяти возможно больше чем на самом деле в нем необходим вот поэтому вот нам потребуется еще одно какое-то поле которое будет у нас размер хранить реальный размер сон там действительно хранится элементов с памяти может быть больше в идее на а чтобы вот вот этот размер вот это получить правильно то есть это все так хорошо ваш вопрос нужно озвучить все облики целесообразно ли хранить в интерфейсе на самом деле сейчас мы просто скажем так можно считать что у нас вот такой вот интересный класс пока а потом чуть позже если останется время я надеюсь что останется вы рассмотрим пример тогда когда мы этого набор не знаем мы должны быть фиксировать все возможные реализации когда мы знаем как представлен внутри этот список хорошо вопросы еще по этой к этому интерфейсу нам осталось делать самую малую часть формализовать требования на gmail я думаю что мы вполне сможем быстро сделать после перерыва что мы все понимаем что мировые работы в данном репортном 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 республике по этой кухне Продолжение следует... 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 Резал, Туражин, Конфенс, Индус. Шую разрезал. Меньше сайцев и меньше лэкс. Меньше сайцев и меньше лэкс. Мы здесь не можем, потому что нет лэкс. А то, что мы это не можем. Сейчас неравном. Что? Спусик не пустой. Апостолица неравном. Спусик не пустой. Спусик не пустой. Спусик не пустой. Спусик не пустой. Апостолица неравном. Апостолица неравном. Апостолица. Апостолица. Окей. Апостолица. 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 Ну конечно. Ну конечно. Нам легче контенс ограничить. Мы же никак. У нас будет нехорошей. Может все же все fp делать. Ну конечно. Влад, ты кто эти? А контенс нанс. Он должен быть. Контенс. Таких же. Таких же. Таких же. Нет. Просто больше не брал сайз. Сейчас картинка. Вот это все. Это контенс. А вот это. Это сайз. Больше не брал сайз. Больше не брал сайз. Так. Согласен. Еще лучше скажите. Скажите еще. А почему его надо буквально писать? По идее вот эту штуку можно писать результат после каждого метода. Чтобы не было никаких помощников. А если это условие не выполнено? Мы можем вызывать метод добавления? Допустим. У нас сайз какой-нибудь там 10. То есть нам нужно добавить. То есть мы считаем, что у нас на любой первый и так далее взятый элемент уже есть. Нам нужно вот 50 элементов положить. То, что надо же делать. А. А. Ну тогда да. А у нас здесь какой-нибудь список вообще не задержанных. Так. Да. В общем, вы используете классы? Вот. Модель конструкции. Ваши. 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 Обatamente. Ваши. Ваши. можно очень аккуратно очень аккуратно пока вы не говорили это не функция это более ребят как только вы видите что кто-то хочет обратиться к полю или вызвать видов нужно первым делом проверить а не равна ли мало ссылка от которой вызывается почему нельзя последнее последнее условие записать каким вариант класса поэтому на самом деле вы здесь забыли еще одно важное потому что в противном случае в ваших первых словах будет это проверку нам надо писать до хорошие писать вот сюда что может быть а а а Просто равенствуются. Ну, тут мы, собственно, не проверим. Не забудь свой вопрос. Итак, о чем идет речь? Вот выписана часть для кого-то условия. Что это означает? Это значит, что у нас в памяти где-то есть наш умничек лист от риса. У него есть ссылка на объект контент. Это ссылка контент. А объект, который есть в учебе, вот так, да? После метода 5 у нас снова есть из, у нас есть контент. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует. Вот что отличается. Это действительно то, что хочется. Почему это не то, что хочется? Почему это требование неудачно, а то, что если только этим выражением записывать требование о том, что у нас не меняется массив, то это не так. Потому что в джаве приедет ссылочная семантика. А во-вторых, почему мы должны требовать, чтобы эта ссылка должна стать изменением? Ну, допустим, нам нужно добавить какой-то элемент. Нам нужно, значит, на этом выделить какой-то другой кусок памяти, скорее всего. Ну, если кто-то и хочется вместить. Значит, у нас молочек предпадает. Сейчас про дед говорим. Да. Для дед только это первое, как это не нравится. Просто другого записали. Это выражение не записывает, не отвечает требование сохранения Василия. Это только сохранение ссылки и не только два раза еще. От Ады не требуется это. Так, давайте по порядку. Самое простое сначала. Какое-нибудь там равенство и равенство. Вот, контент, equals. Давайте с результатом начнем, я предлагаю, чтобы решить с тем, хотя бы вопросом начать. Постусловие у нас должно содержать требование двух видов. Это требование на рисалке. Так? Постусловие. И второе, это требование на то, что спать. Постусловие у нас есть, да? То есть, как это изменяет созвис? Возможно... Других эффектов нет. Есть нервные. Ну и другие объекты. Так, давайте сюда продолжим. Значит, что Приреслав можно сказать? Приреслав равен, контент, equals. Так? Так, хорошо. Дальше. Все Приреслав сказали? Однозначно. Однозначно. Полно. Корректно. Точно не всегда это требование. Ну, нужно как-то записать то, что контент и остался... Ну, то, что контент и остался... Ну, то, что контент и остался... Хорошо, давайте сделаем. Как раз, да, ваш интересует, что этот метод ничего не должен сборить. Как это вызывает? Ну, для... Любого и... Хорошо. Нужно спросить. Сайс не изменяется. То есть, батейт сразу вкладываем. Сайс не меняется. Дальше. Все остальные значения тоже меняются. Еще раз. То есть, чтобы обратиться к другим значениям, нам нужно будет обращаться в этот контент и т. Так? Опасная операция. Может равняться налог. Вы выберете, я добавляю, что... Еще раз, ребята. Вы хотите вот такую использую? Дальше. Да? Условия-то есть. Ну и что? А у нас... Слежим объектом здесь смогло подняться. Оно может меняться произвольным образом. Это же сдерживаемый метод здесь. Тогда нам нужно было прижимать. Тогда это надо и постусловить. А. Согласен. 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 На полному степени. Да. Ну что, конкретно? Да. Конкретно. Спасибо. 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 А почему? Скажите, что и J, и, должно быть, все, что у нас… Уж не любого integer J, J меньше. J лежит от 0 до 7. У нас даже детский холст… Правильно. то есть это же включает значение то хотя бы даже равном из единицы не может быть статейшем это значение будет вложено это ложь и что-то там это все ложь а значит и весь матр если будет нож, то я бы давно полюбить его пожалуйста Мне нравится мне вот это. Здравствуйте, вы, наверное, сейчас расскажете, что здесь плохо. Ну, правда, разница с ним. Разница с ним – другая проблема. А контент слэд? О, про кто-то с этим ничего не сказали, а вдруг всё начало. Что-то сказано в очередной чем-то, да? Можно вопрос, зачем это нужно? Если у нас предусловия сказали, что у нас сайт меньше, чем у меня, и предусловия сказали, что сайт у нас не меняется. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот это память долгое своё. И это память, конечно, долгое. То есть мы предполагаем, что… Это просто. Что? Мы предполагаем, что это может менять локацию вашей контент. Ещё раз я вам интересую, это я сказал в этой части. Если мы не сказали что-то сами, значит, метод у нас может сделать всё, что угодно. Помните, помните, да? То же самое, что с частичной полной корректностью, если у нас… Мы сделали более слабые поздно в слове, значит, там сразу же больше плоски попало. Так, а вот ещё надо объяснить, почему надо и вот это ещё объяснить. Ребят. Ну вот, да. Пусть давай. Так. Хорошо. Все согласны? Ну, в общем, скорее да. Скорее да. Так. Чего там дальше? Ленка, ну, с лекцией, она проще всего, да? Ну, опять все эти считают, да? Вам уже дает переписывание? Да. Тогда вот каждый вариант класса, чтобы не переписывать много-много раз. Тогда будем. Так, все. Краузнка. Сейчас, я сказал, что можно повестить в первый вариант. Краузнка. Но какие лицо можно повестить в этот вариант? Что контактность не равен нам, то есть что можно повестить в этот вариант? — Какой-то средство. — То, конечно, тоже может. И, конечно, не видишь, если это каждый раз так. Да. Вот это все нужно невариантно. Невариантность нужна с этой целью. Во-первых, это чтобы не перепислить все это. А второе, чтобы проявить какую-то дисциплину в спецификации массы. То есть вариант, когда фишен вариант, мы говорим о тех свойствах, которые справедливы в каждом объекте, которые мы считаем правильным и корректным. А этот вариант будет выполняться даже к походу работы? Нет. Есть разные подходы. Здесь считается, что вариант должен быть выполнен в приходе метод и при выходе. Если это не в приходе, то вариант, конечно, может быть невыполнен. Правильный случай. Про конструктор заключения. Вот. Так, вариант. Невыточка номер. Я вот сюда. Невариант. Напоминаю, что он определяется как ключевое слово «евариант», и потом надо дать ему имя. Это нужно для того, чтобы... Ну, это нужно для того, чтобы... Когда вы смотрели на условия верификации, тренированной по его будущему коду, и там дону всяких выражений, то вы должны видеть, что вот эта часть, действительно из варианта, она будет помечена вот этим словом, которое вы пишете. Я просто удобно. Дело в строках. Дело в строках. Листь в это. Дветочки. Дветочки. Дальше. Так. Здесь вариант будет, вот эти у нас... Сейчас. А. Сейчас. Мы выяснили. Ну, корочки... ... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вариант это не только сокращение кода, но и дисциплина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проблема начинается в другом, ребята. Проблема начинается в том, когда у вас есть целая структура данных, состоящая из ряда объектов, и вариант одного объекта зависит от варианта его кодобъектов. И вот тут уже начинаются хитрости, потому что у вас кодобъекты могут изменяться, сам внешний объект может изменяться. При этом у вас может быть такая ситуация, что вам даже эти объекты не все... и как все инфекторы можно обратиться через непосредственный опыт, хотя бы через... Например, если у вас есть какой-нибудь список неизвестной длины... Вот здесь один вариант на каждый элемент... В общем, мы считаем, что все сложное, и поэтому с инвалидами, на самом деле, отдельно сложный разговор, до конца еще нет хорошего подхода к тому, как империанты тоже не представлюсь. Поэтому пока... пока мы будем пользоваться таким простым образом, что империант проявляет теперь исходные методы, методы и после. У нас тут у нас как-то сложное, чтобы называть его эффектом, или его эффектом. Вот в этот момент у нас должен быть империант выполнить то, что мы называем. В корректной программе, в которой мы доказали, что она правильная, такого не должно быть. Так, чего-то вы заскучали. Напишите сами эти контракты, чтобы не тратить сейчас на них время. Хорошо? У этого будет какое у нас новшество? А, новшество не будет, да? Мы уже всем воспользовались. Хорошо. Я начну еще раз подчеркивать, чем мы здесь воспользовались. Мы здесь уже две таковых условия. Мы учитывали то, что память может измениться по ходу выполнения метода, поэтому мы потеряли очень много. Для того, чтобы удостовериться действительно все осталось. Все, что нужно, что должно не быть, нет, действительно не изменилось. Мы использовали инструкцию холла со свершением для того, чтобы обратиться к значению до вызова метода. Так, что здесь еще? 0x1 вариант. Ну вот еще не забывать про вот эти вот нормы. Хорошо. Итак. Следующий момент. Вот теперь давайте посмотрим, а что нам, как нам специфицировать интерфейс, если у нас нет состояния. То есть на самом деле состояние может быть, то есть класс может быть реализован по-разному. Как тогда нам формализовать требования на этот интерфейс? Как тогда формализовать требования на этот интерфейс? Это, на самом деле, вы уже знаете. У нас был на прошлой лекции ответ. Надя, вы помните, какой был ответ на прошлой лекции? Не помните? Мы предполагаем, что у нас есть только интерфейс, у нас неизвестно, как представлен этот класс. Когда мы знали это, мы могли бы выписать все эти контенты, абсайзы и как там еще хитрее представлены. А вот у нас его нет, и тогда как никогда будем спецфиксировать этот интерфейс? Останавливается чисто на интерфейсе. Понятно, что чисто на интерфейсе, а что это? В случае вызовов-методов? Да, конечно. Это не будет интерфейс. Так. То есть, говорите круче. Нам надо специфицировать постусловие и предусловие при помощи вызовов-методов интерфейса. Я бы сказал это так. Мы можем выписать ряд программ небольших и их контрактов. Предположим, что если... Что у нас реализация класса должна быть такой, что все эти выписанные программки удовлетворяются в интерфейсе. Ну, например. Например, вот так далее. Если я заведу новый объект и спрошу у него две ноты, то в корректной реализации веса должен вернуть номер. То есть, я ничего не сказал вам по поводу того, как представлен этот класс, в каком-нибудь состоянии, в каком-нибудь состоянии, в таком наборе полей. Но тем не менее... И тем не менее, только в правильной реализации будут удовлетворять вот эту... Эту лепность с этими программами. То есть, если у нас это неправильно, то может возвращать некое другое значение. Но, чтобы полно описать все требования, нужно таких вот проверяющих тестов очень много. Здесь мы сказали, что после дозы конструктора динала, черно-терминадуриум, в метод привык, уже возвращаясь к тому. Надо сказать, допустим, что после добавления у нас дина увеличивается на единицу, наверное, да? Если высотой вы запустите, печать на единицу, то это увеличение. О том, что после добавления метода get, возвращая то значение, которое мы добавили, если мы спрашиваем get, давайте напишем. Это требование. Значит, я вот пишу, после добавления... объекта вот. Все остальные объекты не меняются. Не меняются. Вот это вот, смотрите, как я. Не меняются. В виде тестирования этого требования. Так, требование понятия у нас был, мы уже писали его. Когда у нас обхваты использовали для этого. Когда уолдов конденс и житая было равно конденс житую. Мы так уж это писали. Но мы знаем, что у нас есть конденс. Сейчас у нас нет конденс, поэтому мы не можем это записать. А тем и менее, вот так вся помедия. А тем и менее, этим всем надо это реализовать. Вот, видимо, такой метод, который мы проверим. Я начну, вы проходитесь. Каким должен быть тестовый метод? Так, не бойтесь. Булем. То есть, короче, не понятно, какое мы возвращаем. Ну, хорошо. Тестовый метод. Параметики есть? Объект, который мы хотим добавить. Ну, вот, который надо добавить. То есть, да. Так, есть. Есть. Все? Ну, пока это не понятно, что еще. Хорошо. Что нужно делать в этом методе? Как проверить, когда заслужим? Давайте перейдем список. Давайте попросту. Постойте. Тут у нас вот и диск, который уже проверяет. Живо. Параметр. Вот параметры у нас. У нас. Спасибо. Если нам дали вот такой, тогда мы должны что-то проверять. И проверять это уже после добавления элемента. Можно каким-то образом иметь копию предыдущего листа до добавления элемента? Мы в какой-то момент вызовем метод f. Вот до этого вызова у нас добавить, который до, мы можем вызывать какие-то методы, которые до этого. И вот у нас будет после. А что мы проверяем до? Сейчас, мы должны вот это требование проверить. Что после добавления элемента объекта все остальные объекты не имеются. Так. 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 Да. Тип Coronavirus. Нет. Так. Сохраняем элемент, потом добавляем, а то снова провязывается. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...